Пятый и шестой. Микрорайон Даманский, центральный рынок, площадка возле Дома Быта и Авиагородок. Таковы локации шести елочных базаров города. Главные символы Нового года начнут продавать уже завтра с 10 утра вплоть до 8 вечера. Несмотря на изобилие искусственных украшений, живые ели всегда остаются актуальными. В ассортименте также будут популярны у покупателей сосна, елочные букеты и, конечно, деревья в катках. Цены на елки до метра будет стоимость 8 рублей, от метра до двух – 10 рублей, от двух до трех – 19,5 рублей. Самая дорогая елка, которую можно приобрести в Обруском лесхозе, не будет превышать 27 рублей. Эти зимние дни для лесной охраны – одни из самых жарких. По традиции усиливается контроль за нарушениями. Незаконно срубленный в лесу новогодний атрибут обойдется только, задумайтесь, в 122 раза дороже, чем приобретенный легально. Потому инспекторы в очередной раз предупреждают о штрафах за самовольную вырубку деревьев. На любую ель или сосну нужны документы. Помимо этого, еще лицу, совершившему незаконную рубку, придется возместить причиненный вред окружающей среде. А это составляет одна базовая величина за одно деревце. Также все бобручане могут поучаствовать в главной экологической акции уходящего 2019-го – «Сохранить символ праздника». Она пройдет с 21 по 31 декабря. Бобруйский лесхоз предложит новогодние деревья в катках, которые можно будет весной высадить в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса» и тем самым внести свой вклад в озеленение страны. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.